Воскресение Это победа, это надежда, это вера, это Царство Небесное. Наверное, как никогда в современном мире одна тема, которая шокирует людей или от сытости, или от безумия власти, и извращение. Но именно эта тема просто подсекает любого человека. В современном мире, мире бездуховном, мире развращенном, мире, в котором и мира-то нет, в котором человек ставит в центре жизни себя, свое «я». И вот сегодняшняя тема Евангелия, она просто подсекает их. Это тема смерти. Я знаю, в обществе неприлично об этом говорить. Я встречался с очень разными людьми, занимающими высокое положение. Вообще, какие достаток иметь? Я думаю, неужели такое можно иметь? Но вот когда говоришь о смерти, я специально это делал. Их всё колотило. Почему? Она не вписывается в эту жизнь. И в голову не придёт, что это есть. И тебе это будет. И вот сегодняшняя Евангелие повествует нам о предельном человеческом горе. Вдова хоронит своего сына. Горе похоронило мужа, и теперь хоронит сына. И в этот момент Христос ходил в город Наин. Его окружало множество людей. Все хотели услышать то, что до этого никто никогда не говорил. Он творил такие члеса, такие болезни исцелял, что взорвал весь Восток. И окружалось множество людей. Но вот он увидел, как из ворот города среди этой вот будораживающей толпы, именно толпы, вел женщину, которая пронзила горе. Она была вдова. Она уже сюда выносила мужа. А теперь она идёт во след своего сына. Христу так стало жалко её. Вот изо всех. Он увидел такое горе в сердце матери, такой ужас, что вообще человек способен сломать это горе. И ему стало жалко. Христос подошёл и дотронулся до погребальной процессии, до погребальной ложи, где лежал этот юноша. Хотя по закону Массии сказано, что проклятся, кто до смерти ложи дотронется. Он проклят. Но Христос, дотронувшись, остановил всю процессию. На самом деле в воротах города Наина встретились, встретились, встретили не встреча, жизнь и смерть. скрестились от два пути. Путь смерти и путь жизни. И вот смерть остановила своё разложение. Остановился процесс самой смерти. Вся процессия покоронная остановилась перед лицом смерти жизни. И жизнь победила. Пред Христом жизнодавцем поблекла смерть. И он говорит, юноша, тебе говорю, встань. И он встал и начал говорить. Вы знаете, в жизни каждого человека стоит смерть. Вот в этом мире всё проходит и всё изменчиво. Если ты радость, если ты весёлый и счастлив, мгновение пройдёт, как ты уже самым несчастным и самым таким в горе, в таком глубине, и в это горе, и несчастье, но это изменяется на радость. В этой жизни всё непостоянно и временно. Владимир Соловьёв, наш русский философ, так писал в одном из своих стихотворений. «Смерть царит в этом мире, но владыками её не зови. Всё, окружаясь, исчезает во тьме, не подвижишь солнца любви». Христос – жизнь. Это, конечно, серьёзная тема. Действительно, переживать смерть очень непросто. Как быть? Даже верующие люди, вот как поступить? И вот Христос, удивительно, не стал её уговаривать, утешать, рассказывать, пояснять, толковать. А он говорит, не плачь! То есть пришёл конец твою горю. Прошлое осталось в прошлом. Вот сейчас ему радость. Так может сказать только Христос Бог. Вы знаете, я здесь прерву себя, но хочу рассказать, что я всю жизнь как священник всех утешал, вдохновлял, поддерживал. А когда у меня после воскреса суду прошла, я такой ночной человек, вдруг во втором звонит мне, Георгий, твоя мама отошла. Вы знаете, я просто как застыл. Просто потерял всё, закостенело всё в голове. Отец Дебитрий говорит, вы, сестра больная, психиатрию отвезли, а маму в морг. Вот ключик квартиры. Вы приедете? Я говорю, конечно, пешком приду. Это же мама, Танечка там. И, конечно, не мог прийти в себя. С Дебитрием до Москвы, а там поезд ходил, Москва-Мариуполь ещё тогда ходил. Еду, в голове всё. И, конечно, прыгал в пустой город, никто не встречает, никому не надо. И вот, в конце концов, мама привезли в храм. Я и батюшки молодые, Георгий, мы тебя знали, когда ты ещё ходил, мы мальчиками были. Ты не под запретом, говорю, нет, так возглавляй отпевание. Я говорю, можно, конечно. Я начал возглавлять отпевание. Говорит, а где вы хочешь прощаться? Я говорю, только в храме. Вот, прощайся с мамой. Я смотрю, глаза мои видят, думаю, вот всё, что я сейчас вижу, больше я никогда не увижу. Обнял, а мама холодная лежит, не двигается ничего. И вы знаете, у вас случилось, я просто мёртвый был. Почему я расскажу, расскажу, это вы сейчас догадаетесь. И в этот момент случилось чудо. Я почувствовал руку Бога и голос его, спать! Вот, кем бы ты ни был бы, но я хозяин жизни и смерти, спать! Я думаю, Господи, меня как осенило. И вдруг я понял. Я плакал и рыдал. Я сын. Но я не молился. Я о Боге забыл. Я не молился. Я начал молиться. А молился только одно слово. Говорил, Господи, Господи, Господи. Примерное кладбище. Там с мамой простились. Опустили, зарыли. Я встал на колени, там у мамы я. А вечером идти к сестре проведать психиатрию. Танечка у нас больная была девочка. И вот я тогда понял. Как бы то ни было тяжело, в каких бы ни было ситуациях, надо призывать Бога. Надо молиться. Другого утешения нет. Только пред Богом. И Бог коснётся тебя чудом. Каким? Даст тебе душевный покой. Может быть, счастливый, несчастливый тот человек, кто в этой жизни нашёл ответ о смерти. Кто не нашёл ответ в вере, в бессмертии души. Кто никогда в жизни не говорил пред Богом чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Вот это страшно, конечно. Страшно вот тому человеку, который в жизни никогда молясь, не слышал слова живого Бога. Юноша, тебе говорю, встань! То есть, как тебе ни было горе, встань, стой! Стой! Проси в вере пред Богом! Кто никогда не слышал слова Христа, Лазарь, гряди вон, то есть выходи из могилы, к жизни выходи! Вот святые этим обладали. Это физическая смерть. Но ещё страшнее смерти, физическая смерть духовная. Кто в этой жизни не встретил жизнь божественную, это страшно, конечно. А чего ждать? И вот человек есть, пьёт, должести такие достигает и тут бах смерть. Она не вписывается. Вы, слышали, серьёзный разговор по телевизору, по радио, серьёзно говорил то, что ждёт каждого человека смерть. Как быть, как вести, на кого уповать, что, когда мать хоронишь, в эрмитаж пойдёшь. или в депутаты, или в машину сядешь будут кататься. Смерть разбивает тебя. И какой бы самый заядлый атеист не был бы, не крал церковь, креста и попол, но и он приходит на кладбище, опускается на колени, вложит цветы на ногилу, в которой уже ничего нет. Но для него это святое место, здесь лежит его мать. Он понимает, да, ничего нет. Он понимает, что он говорил всю жизнь, но сердце нельзя остановить и закрыть. Он человек, он сын, и пока ты почитаешь свою мать и берёшь к ней на кладбище, и опускаешься на колени, и обращаешься к ней, ты живой, ещё не всё потеряно. Себя не потеряй. А ведь, посмотрите, в течение 20 века, как духовно убивали русских людей, взрывали храмы, в течение России, ну так я задумал князь Владимир. Жгри инквизиции с икон, с иконостасов, расстреливали и мучили священников. Одно упоминание о церкви, людей сажали, мучили, расстреливали, в секунду, сколько людей пропало. Разве это кто-нибудь сейчас вспоминает? забыли повториться. И вот случилось чудо, которое случилось 2000 лет тому назад в воротах города Наина, когда Христос своим божественным словом остановил смерть, ее власть, ее разложение, жизнь победила. И вот как бы не взрывали, как не сажали, как не мучили, как не издевались, как не пачкали, как не разращали, когда в храмах танцевали, такие делали. Неудобно даже здесь говорить, вы сами знаете. И вот Христос своим божественным словом остановил эту российскую колесницу. Христос принял жертву мучеников и подвижников русских. Христос вытер слезы плачущую русское отечество. Христос остановил колесницу, которая везла ни в чем не повинных людей России на кладбище воинствующего атеизма. Жизнь победила. и даже тогда, когда и кто и сейчас это воюет, ну, приходит на могилу, объясните ему, что там ничего нет, но для него это святое. То есть, сам не сознавая, но сердце он опускается, там его мать. Это не только ты к ней пришел, а и она тебя ждет, но и ты к ней придешь. Вот о чем говорит сегодняшняя Евангелие. Бывает в жизни так, конечно, хороним близких, родных, своих родителей, а бывает так, что не сбылись наши мечты, не сложилась семья, утратили здоровье, подошла старость, ты уже на обочине этой жизни. Жизнь пошла дальше, другое поколение, другая речь, другие слова, другие взгляды, другая идеология. Но как бы ни было тяжело, какие буки тебя не терзали, помолись пред Богом, как это наинская вдова, чтобы тронул ты сердце Бога. Действительно, и в аре молитвы нельзя не слышать слова «не плачь», «жизнь победит». Вот поэтому, как бы ни было трудно, но Господь сказал, «Вы в мире печальны будете, а не забывайте, я победил мир». «Как ни было страшное гефсимания предательств, какие был страшный суд над праведниками и над святыми, какой ни было твоей голгофы и страшный крест, но только с вершины твоей голгофы, только с вершины своего креста, умирая, ты приобретаешь Царство Небесное». Вот верующие люди может многого не знали, во многом сомневались, многое не понимали, но они сердцем повторяли Господи чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Наверное, поэтому под покровом ночи, когда спят все силы зла, приходят, собираются в храме и в ответ на злого этого мира, на это безбожие, на эту колесницу смерти. Люди восклицают, но Христос-то воскрес победа. Величайший русский святой батюшка Серафим Саровский, простой мужик в лаптях, мы все вместе при нем академики, он простой человек, он просто жил Богом и жил во кресте, всю свою жизнь стоял и молился, приликом Божьей Матери, чтобы она возглавила его крик души, весь молитву о России, о его душе, о всех тех, кто упал, кто не нашел себя, кто сломился. И что же он понял, этот святой человек? Когда Россия бушевала в своем безумии, и когда кричали интеллигенты, что делать? Простой мужик в саровских лесах, в лаптях, безграмотный человек, но святой, имя, которое у всех на устах, он говорит, стержать дух святой, Богом богатеть. И каждый человек, который он встречал, он одарил его удивительной тайной, которая ему открылась. Христос воскрес, радость моя. В воскресшем кресте только в нем есть и радость. Жизнь, конечно, бьет лихо каждого человека. Это действительно нет такой верующей, неверующей. Все бьет смерть, болезнь, одиночество, старость. Господи, у него все души 15 лет, а ходишь так, передвигаешься, как хряснешься на пол, так упадешь и думаешь, Господи, как так? Ну, есть же Бог. Удивительно. А внутри старости нет. И все предвкушение вот какой-то тайной, которая должна открыться, такой, которую трудно описать, только предчувствуешь это, особенно, когда молишься. Я сегодня ночью еще не спал, до утра просидел, пробыл, встретил священника, умылся, пойду на службу. И вот думаю, какое счастье. жизнь, конечно, непростая, сложная, трудная. Крест каждому застается, каждому свой. В конце твоей жизни смерть. Но есть же Бог. Вот если этим не жить, это страшно несчастный человек. Несчастный человек. И дай Бог, чтобы она была смерть, и поступала приобретением, в радость. дай Бог, чтобы, когда он вложится на свою смертную ложе, услышит слова Бога, встань, тебе говорю, давай, я приведу тебя в жизнь вечную, в царственное весное, на вечный пир радости с близкими, раз с родными, со всеми святыми, с Божьей Матерью и со мной. Аминь. А вот вы знаете, а ведь вот встреча юноши наинского со Христом, она похожа в жизни каждого человека. И знаете, когда? Жизнь очень лихо ломает человека, обескровливает. Помните, Гоголь сказал, мёртвые души им. Человек способен до того разложиться, что душа-то уже мёртвая, там Бога нет. Всё растратил, как будто сын со свиньями у помойного корыта. Но вот этот мёртвый человек изранен этой жизнью, бездуховной, даже он сломившийся, но переступает по храму и слышит слова живого Бога, вкушай мою плоть, пей мою кровь, это жизнь вечная. Эта мистическая встреча этого Юруша со Христом и до сих пор продолжается в лесах каждого человека. И мы приступаем к порог, как ворота наинского города. Мы погружаемся в божественную тайну, в божественную среду, в которой действительно даётся жизнь вечная. Вот оно, живой Бог, живое причастие. Вкушайте. Евангелие слова живого Бога. это всё ещё происходит. Если ты действительно это вкусишь, ты воскреснишь в жизнь вечную. Аминь. Спасибо большое. Будьте Богом хранимы. Все, кто причащался в это счастье, желаю всем крепкой веры, здоровья, мудрости. И как бы ни было тяжело, трудно, не воно знать, что есть ещё Бог, Христос победитель, и всё управится. Спасибо. Простите меня. Спасибо.